Вы смотрите отзыв об отеле OutHuse Depilair. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Дмитрий С., который был в нем в 2012 году. Идея поехать в Бельгию на новогодние каникулы родилась спонтанно. Хотелось куда-то дня на четыре, соответственно недалеко. Горные лыжи нас не прельщают. В регионе Ближнего Востока неспокойно. В итоге выбор пал на Бельгию, несмотря на не самую подходящую погоду для посещения. И поскольку много слышали про Брюгге, решили остановиться там. Скажу сразу, город не разочаровал. Мы в него практически влюбились. В итоге этот небольшой приятный городок пополнил список мест, куда бы мы хотели вернуться. Из Москвы летели брюссельскими авиалиниями. Прилетели в Брюссель 2 января в 7 вечера. Ночь провели в гостинице в Брюсселе. На следующий день взяли в прокате машину, которую заранее через интернет тренировали, и не спеша выехали из Брюсселя. Поехали на юг через Монс. Нормальный маленький спокойный европейский городишко. Заехали туда совсем на чуток, отметились на центральной площади, прошлись по окрестным улочкам и поехали дальше. Ранее, готовясь к поездке, читали отзывы, видели, что в Монсе есть что посмотреть, церковь, колокольни и так далее, но все церкви Бельгии объехать невозможно, а время у нас было все же ограничено. Из Монса доехали до Турне. Очень интересный городок, достойный посещения. Ранее в отзывах прочитали, что если есть время на посещение только одного собора в Бельгии, то это должен быть кафедральный собор Богоматери в Турне. Туда мы и отправились. Действительно впечатляет. И я полностью присоединюсь к предыдущим писавшим, посетить его стоит. Колокольня там еще красива. Правда, наверх подняться не удалось. Дело было уже к вечеру и вход был закрыт. И еще в Турне дождь нам помешал, достаточно сильный был с ветром. Поэтому особо погулять не удалось, а жаль, очень приятный городок. Сели в машину и поехали дальше в Брюге. Но про качество дорог можно даже не писать. Езда – одно удовольствие. В итоге, в первый день, проехав почти пол Бельгии, из Брюсселя на юг до Монса, далее на запад до Турне и на северо-запад до Брюги, мы, преодолев 200 километров, прибыли в Брюге. Отель в Брюге. В Брюге остановились в отеле Аутхьюз де Пилейр. Бронировали сами через интернет примерно за два месяца. Позиционируется как четыре звезды. Мы брали номер экзотитив. Стоил номер 133 евро сутки. И заранее написали в отель, забронировали парковочное место. Стоит 20 евро сутки. Мест для парковки всего шесть, так что отель рекомендует бронировать заранее паркинг. На сайте отеля было отмечено, что он был реновейтед в 2010 году. Это был один из факторов, который нас подвиг остановиться на этом отеле. Ну и плюс, соотношение цена, качество. Были там рядом отели, но прилично дороже. Либо совсем маленькие, чего нам не хотелось бы. В целом отель нормальный. С нами ездила подруга, у нее номер был поменьше, де лаксе. Наш же экзотитив в целом для Европы был не маленький. Кроме кровати был диванчик с журнальным столиком. По крайней мере было где посидеть. В сану слепал с подогревом, что удобно. Нашлись и некоторые минусы в отеле, на которых не могу не остановиться, и которые, честно говоря, несколько не вязались с заявленными четыре звезды. Может для кого-то мелочь, но лучше быть предупрежденными заранее. В номерах, что удивительно, не оказалось тапочек и халатов. Пошли на ресепшн выяснять. По поводу халатов были, мягко выражаясь, очень удивлены. Нам сказали, что не проблема дать нам халаты, но только в обмен на паспорт, либо право, либо карточку кредитную. Причем не как обычно, прокатывают карточку, берут депозит и все вопросы решены. А именно требовали оставить им что-то из вышеперечисленного в залог. Мы начали объяснять, что такого ни в одном уважающем себя отеле мы не встречали. На что нам объяснили, что таковы правила. В итоге пришлось поскандалить. Вызвали менеджера, которого не оказалось, вечер был. В итоге халаты нам так и не дали. А на вопрос про тапочки сообщили, что тапочки, к сожалению, кончились. Возмущению нашему не было предела. В итоге мы так ничего и не решили. Продолжили ругаться утром. Пообещали написать все, что мы о них думаем в интернете. В итоге через некоторое время, когда мы вернулись с прогулки, в номерах наших были халаты, без всяких залогов, и тапочки. В целом могу сказать, что это единственный отрицательный момент, который чуть смазал общее впечатление от поездки. Ну и еще может в номере не доставало некоторых стандартных аксессуаров для такого уровня отеля, палочки для ушей, ватные диски. И еще, что не понравилось в номере, почему-то не было кровати кинг-сайз, квин-сайз, а только сдвоенная, что не очень удобно и неожиданно оказалось. В остальном нареканий котелю не было. Особенно красив и уютен холл отеля. Вылазки из Брюге. Всего провели в Брюге три ночи. На второй день из Брюге ездили в Генте Антверкен. Полностью соглашусь, что Гент заслуживает посещения. По красоте он соперничает с Брюге. Заехали туда ненадолго. Но в целом посмотрели центр, поднялись на колокольную Белфорд, посетили соборы. Все очень понравилось. Все красиво, уютно. В других отзывах было подробно написано о соборах Гента и местах, которые стоит посетить. Повторяться не буду. В Антверкен поехали сразу из Гента. Дороги везде прекрасные, ехать – одно удовольствие. Но в Антверкен стоило заехать, наверное, только для галочки. Хотя опять же не разочаровались. Просто Антверкен значительно больше и вполне современный город. Поэтому мы там ограничились только лишь центром, красиво, как везде в бельгийских городах. Последний день съездили в Остинде. Он от Брюге в 15 километрах, так что ехать совсем близко. В прошлых отзывах читали про прогулки по набережной, рыбный рынок, памятник пропавшим без вести морякам. Памятник видели. Но вся набережная была на реконструкции, видимо, забора, строительная техника. Так что по набережной особо погулять не удалось. А тут еще шквал налетел, дождь хлынул и ветер сильный, чипс нот не сбивал. Так что посмотрели на море и в обратный путь. Поскольку все близко и без пробок, не расстроились. И как только отъехали от Остинде, показалось солнце и дождь кончился. Когда подъехали к Брюге, на небе не облачко и солнышко. На подъезде к Брюге остановились в шоппинг-центрах, уже распродажи начались. Кое-чего прикупили. Ну и потом объехали на машине весь Брюге и далее ходили по нему пешком. Еще раз повторюсь, Брюге очень понравился. Причем в отличие от других городов, которые мы посетили, у Брюги не только центр. А весь город выдержан в одном архитектурном стиле. Смело можете взять в отеле карту с обозначенными на ней достопримечательностями города. И ходить, посещая их. Не пожалеете. В основной части отзывов, которые довелось прочитать, посещение было летом. Уверен, летом в Брюге шикарно. Несколько опасались, поехав туда зимой. Но должен сказать, что и зимой мы не были разочарованы. Так что теперь могу с уверенностью сказать, что Брюге, да и вообще Бельгия, хорош для посещений в любое время года. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова